Мы привыкли, что автомобили представительского класса это большие, хорошо укомплектованные седаны, солидные и недешевые. Но в конце 80-х годов прошлого века производители были свободны от стереотипов и экспериментировали даже в этом консервативном подклассе. А вот и один из таких экспериментов. Представительский пятидверный хэтчбек Citroёn XM. Выпускать его начали в 1989 году. Наш экземпляр 92-го года рождения. У машины необычный ломанный профиль с задранной задней частью, узкий кленовидный капот с прищуренными фарами и главная фишка панорамное остекление. По периметру кузова расположились 12 стекол. Вот это обзор. Под капотом рядный четырехцилиндровый бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 2 литра мощностью 122 лошадиные силы. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Интерьер. Стильный, уютный, просторный. Сиденье велюровое с удобными боковыми поддержками, подголовниками и ремнями безопасности. На первом и втором ряду есть подлокотники. Задний можно убрать в спинку сиденья и тогда тут свободно разместится три человека. Кстати, здесь сразу два бортовых компьютера, которые следят за всеми системами. На панели можно увидеть текущий расход топлива. Магнитола спрятана за шторкой. Еще одна любопытная деталь. Три козырька от солнца. Подвеска обеспечивает потрясающую плавность хода, хотя не имеет ни пружин, ни амортизаторов. Все дело в гидропневматике. Как говорили в рекламе 90-х, Ситроен любую дорогу делает шелковой. Максимальная скорость 200 км в час. Разгон до сотни менее, чем за 12 секунд. Клеренс можно менять нажатием одной клавиши. Кроме того, здесь есть режимы для движения по проселочной дороге, спортивный, нормал и даже для проведения техосмотра и ремонта. Рулевое колесо с одной спицей вращается буквально одним пальцем. Все благодаря гидравлической системе Дирали. Тормоза тоже гидравлические. Клапан распределяет давление на передние и задние колеса. На протяжении 10 лет XM был флагманской моделью французского бренда. В 90-м году он получил звание «Автомобиль года» и еще пару десятков национальных и международных премий. Всего было выпущено 333 тысячи таких авто, в том числе в кузове «Универсал». Производство продолжалось до 2001 года. Многочисленные высокотехнологичные фишки этой модели позволили Ситроену на долгие годы опередить конкурентов. Она и сегодня даст фору многим более молодым конкурентам.